Всегда с трудом представляла, каково это. И на помидорах не тренировалась? Я не очень люблю помидоры, больше огурца. Ясно. Понятно. Всем привет, вы на канале Диофф Плей, и сегодня мы будем продолжать проходить Историю одного неудачника. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать комментарий, минимум из пяти хороших слов. Для поддержки этого видео не забываем подписаться на мою телегу и вступить в мой дискорд. Ссылки в описании под видео. Ну и погнали! Рисовать мы решили прямо на полу. Чтобы освободить нам побольше места, я передвинул барабаны и несколько подставок с прочими музыкальными инструментами. Теперь можно было спокойно присесть или даже прилечь и делать нашу работу. Спасибо, так намного лучше. С чего начнём? Нужно нарисовать кусты. Я задумался, зачем на концерте могут понадобиться кусты. Зачем рисовать кусты здесь, в пионерлагере, где этих кустов и так полно? Впрочем, желания спорить на эту тему у меня не было, и я кивнул. Давай только вместе один рисовать. Я как раз хотела это предложить. Лучезарно улыбнулась Лена. Хотя не думаю, что такое предложение пришло к ней в голову и соображений, что я что-то испорчу. Мы с Ильей рядом возле куска ватмана взяли нужные окраски и принялись за работу. Лена начертила контуры, а потом мы стали закрашивать всё внутри них зелёным, создавая тем самым листву. У Лены получалось заметно лучше. Она использовала несколько оттенков зелёного, совершала мазки один поверх другого, вырисовывала форму, повторяющую настоящие листики. В итоге рисунок получался живой, правдоподобный и даже немного объёмный. Совсем не то, что моя однотонная ровная мазня. Позволь, я немного подправлю. Мягко спросила Лена, закончив со своей половинкой. И глядя на то, что получалось у меня. Конечно. Улыбнулся я, и она пододвинулась поближе. Только вот рука, на которую она опиралась в один миг, попала в краску, и девушка поскользнулась, полетел прямо на меня. Не успев ничего понять, я ощутил всю мягкость Лениного приземления на меня. А также её горячие губы на моих губах. Я смотрел в её широкие от испуга глаза и чувствовал, как в груди замирает сердце. Им всего-то. Мои руки сами обняли её, прижали к себе. А потом я поцеловал её уже не по случайности, а специально. И, возможно, слишком настойчиво. Лена ещё шире открыла глаза, что-то замочало, и я вынужден был её отпустить. На пороге выросла встревоженная фигура Мику, заставившая нас за этим интересным занятием. Ух, Леночка, ну ты даёшь! Ты вчера так занавески вешала? Мику. По Лене было видно, что она вот-вот взорвётся от стыда. Лена, ну ты что? Я же всё понимаю. И с самого начала заметила, что вас тянет друг к другу. Чего? Или я перепутала, и всё на самом деле не так? Спросила Мику, совсем растерявшись. Так, прости за вчерашний беспорядок. Выпалял я, поймав на себе ошарашенный взгляд Лены. В этот момент я был счастлив, что сказанного уже не вернуть. Потому что лучшего шанса для признания после того, как Лена сама упала мне в руки, не было. Ух, я так за вас рада, вот и славно! Оставлю тогда вас наедине, только про декорации не забудьте. Мику вышло, а я повернулся к Лене, которая сидела вплотную ко мне, смущённо потупившись. То, что ты сказал, правда? Конечно, правда. Ты извини за внезапность, но когда ты оказалась так близко, я понял, что не могу устоять. Значит, ты это чувствуешь? Какое облегчение! Знаешь, если бы ты не ответил на поцелуй, я бы всё равно тебя не отпустила. Промолвила она, пытаясь спрятать улыбку и осторожно приблизилась. Второй шанс тоже упускать было нельзя. И очень скоро мы с нею продолжили начатое. Пусть поначалу это и были скромные и нерешительные поцелуя, мы оба испытывали блаженство от того, что переступили эту грань. Но ничего в этой жизни не длится вечно. Всегда с трудом представляла, каково это. Призналась Елена, чувствуя неловкость из-за того, что мы прервались после того, как нам обоим перестало хватать дыхание на продолжение. Стало понятно, что нам нужна передышка. И на помидорах не тренировалась? Нет, я не очень люблю помидоры. Я не очень люблю помидоры. Больше огурца. Ясно. Понятно. Покрасневая Лена отстранилась, чтобы не давать мне поводов для возбуждения, которые она уже и так успела заметить через торчащиеся брюки. Ну ты ж в шортах. Либо боялась прикасаться ко мне, остерегаясь, что невинные поцелуи перейдут во что-то другое. К такому, пожалуй, никто из нас не был готов. Ну, по крайней мере, в моральном плане. Я тоже больше огурцы люблю. Бля. Произнес я, давая ли не понять, что не увидел в её фразе никакого подтекста. Мы засмеялись, понимая, как глупо должно быть этот диалог выглядит со стороны. Вспомнить о декорациях у нас получилось не сразу. Лена посмотрела на рисунок в виде куста, который был безнадёжно угроблен. Ой, как же так я всё испортила. Я слегка подвинулся, чтобы она не увидела красующийся там зелёный отпечаток её собственной ладони. Не переживай, мы всё успеем исправить. Заверил её я, решив, что во что бы то ни... Решив, во что бы то ни стало помочь девушке завершить работу. Пионерка воодушевилась моими словами и кивнула. Мы вновь приступили к декорациям. Очень скоро мы закончили с кустами. Я сбегал к Мику, чтобы спросить у неё, где ножницы. В итоге рисунок был вырезан и поставлен сушиться в то место, куда падал солнечный свет. За ним последовали и остальные. Когда дело было сделано, я предложил Лене выйти на улицу и продышаться. Хорошая идея. У меня уже голова побаливает. Либо от краски, либо от волнения. Да, мы здорово ей надышались. Я тоже волнуюсь, так что не переживай. Хорошо? Я протянул ей руку, помогая встать. И она, поднявшаяся, оказалась передо мной. Захотелось снова поцеловать мою милую пионерку, но мне показалось, что для неё это будет слишком. Поэтому я лишь улыбнулся ей. Надо бы нам руки помыть и проведать столовую. Что-то мне подсказывало, что мы с Леной так увлеклись, что могли пропустить сигнал на обед. Отсутствие Мику на крыльце лишь усилило наше подозрение. Почему она не позвала нас, хотя... Может быть, не решила и смешать? Видимо, судьба у нас такая опаздывать в столовую. Предположила Лена, посмотрев на измазанные в краске руки. Ещё одно пятно было на коленях, но одежда, к счастью, не пострадала. Я, как человек менее аккуратный, успел слегка запачкать в краске штанину, но верилось, что всё поправимо. Мы с Леной вышли к умывальникам, где, собственно, и начался наш увлекательный день. И приступили к очищению от краски. Это заставило меня вспомнить, как то же самое делали Алиса и Ульяна в прошлый раз. Впрочем, у нас с Леной, в отличие от них, художества были вполне легальными. Поэтому нам бы никто ничего не сказал. Не отмывается, давай я. Предложила Лена, наклоняясь к моей ноге с уже промоченной до колена штаниной. Носком и ботинком. Вот и готово. На солнце, думаю, быстро высохнет. «У тебя золотые руки!» Похвалил я её, удивляясь, как несколькими движениями и водой зачерпнутой в ладонь, ей удалось то, чего не смог я, потратив на это пять минут. Впрочем, наверное, это дело опыта. Девушка засмущалась, и я как можно аккуратнее приблизился и поцеловал её в щёку. «Спасибо. Что успе... Что, успеем к окончанию раздачи от Хариса в этот раз?» «На этот раз можем даже побежать!» Откликнулась Лена, и мы направились к столовой. Но всё было бы слишком хорошо, не в духе этой истории, если бы не ещё один привет из сегодняшнего утра. Под ногой Лены хрустнуло стекло, и девушка вскрикнула, опёршись на меня. Я подхватил её с тревогой, спрашивая, чё произошло. «Алиса, она не убрала стекло. Кажется, и стекляшка пробила подошву». «Да ладно тебе!» «Сколько раз наступал, никогда не пробивала». «Ну, именно через подошву обуви». «Ой, как больно!» Подведя Лену к тому месту, где можно было присесть, я аккуратно снял с Лены обувь и уберился, что она говорила правду. «У тебя кровь идёт». «Сейчас найду подорожник. Посиди тут». Девушка кивнула, стараясь не смотреть на ногу. Я тем временем сорвал подорожник и тщательно помыл его под водой, и, вернувшись к Лене, оказал ей первую медицинскую помощь. По дорожникам, блядь. Но здравый смысл подсказывал, что этой фигни в такой ситуации недостаточно. Поэтому я резко забыл о голоде и решил, что нам надо в медпункт. Только вот дойти самой Лене будет трудно. Поэтому я попросил её держаться за меня, и пока она спрашивала, зачем, поднял её на руки. Я был отнюдь не богатырём, так что меня слегка пошатнуло. Но всё же я убедился, что вполне могу мужественно донести красавицу туда, где грамотный человек сможет ей помочь. «Сюма, тебе не тяжело? Может быть, не надо? Сама как-нибудь дойду». «Это приятный груз у тебя...» «Это приятный груз моей...» «У тебе любви?» «Блядь, я не особо понимаю, что тут должно было быть написано». «Не-а, всё в порядке». Отозвался я, прикидывая, сколько ещё остаётся идти. Я решил во что бы то ни стало спасти пионерку, которая жалобно глядела мне прямо в глаза. Медпункт появился впереди как спасительный оазис. «И что бы там у меня не происходило раньше с Виолой, и чего бы я не боялся, вылечить Лену было важнее». «Пионеры?» «Лена, я ведь говорила тебе, что когда-нибудь и тебя будут на руках носить». Удивилась я, вставшая из-за столика медсестра. Она улыбнулась, и пионерка спрятала смущенный взгляд. «Мне было интересно, что у них было за беседа, но сейчас было не до этого». «Неужто вы ко мне за изделием номер два?» Предположила медсестра, но в итоге заметила подорожник и вмиг посерьёзнее распорядилась, чтобы я положил Лену на кушетку. Виола занялась осмотром и обработкой раны. Это заняло какое-то время. Я сидел рядом с девушкой, сжимая её руку, пока доктор делала своё дело. Как в итоге оказалось, маленький кусочек стекла всё ещё был вране. К нашему счастью, медсестре удалось его достать. «Хорошо, что ты её донёс, а то могло бы быть хуже». Заканчивая перебинтовку, сообщила мне она. Лена, бледная, от ужаса обратилась к Виоле дрожащим голосом. «Виолета Царновна, а я смогу ходить?» «Сможешь передвигаться верхом на пионере». Отозвалась Виола и, повернувшись ко мне, подмигнула. Я сглотнул, чувствуя, что она прочла меня, как открытую книгу. Но, заметив, что от её слов Лене не стало легче, женщина сжалилась и сообщила всё как есть. «Заживёт быстро, там ничего серьёзного. Так что, костыль тебе не полагается, но старайся поменьше наступать на эту ногу. Хотя, если я слишком больно, могу дать вам одни таблетки». «О, знаю я эти таблетки». Мне не составило трудопонятие, каких именно таблетках идёт речь. Секундной паузы мне хватило, чтобы решить всё за Лену. «Нет, не надо нам таблеток, мы лучше пойдём». Торопливо сказал я, помогая Лене встать и позволяя ей на меня опираться. Виола равнодушно пожала плечами, пробормотав, что «не надо, так не надо». «Как знаете, пионеры, когда там, кстати, начинается концерт». Она посмотрела на часы. Я тоже взглянул на стрелки, показывающие куда более поздний час, чем я ожидал. «О, как быстро время летит. Пионеры, отправляю вас на ужин. Сегодня там будут вкусные булочки от Хариса». Ну да, сначала вкусные пельмени от Лены, теперь вкусные булочки от Хариса. А потом, ну, Оля всё расскажет. «Ужин уже?» Похоже, мы с Леной окончательно потерялись во времени. «Зря, выходит, мы спешили на обед». «Спасибо вам, Виола!» «Поспешно покинув медпункт, мы вновь отправились к столовой». «Солнце, правда, уже начало клоняться к закату. «Выходит, за рисованием мы провели куда больше, чем предполагали». «Надеюсь, декорации успеют высохнуть?» Взволнованно пробормотала Лена. «Видимо, она подумала о том же». «Успеют. Слушай, ты так хромаешь. Может, мне и правда тебя понести?» «Нет, ты что, тут совсем немного осталось. И вдруг люди увидят». «Мы добрались до столовой, и ещё с крыльца почувствовали аромат свежей выпечки». «После пропущенного обеда есть хотелось очень сильно, но просто так взять порции и сесть нам не дали». «Сначала о состоянии Лены поинтересовался Харрис». «Потом уже за столиком к нам подошли Славя, Алиса и Вожатая, собственной персоной». «А мы уже было начали волноваться, где там наши художники». «Молодцы, ребята, я посмотрела декорации высший класс». «Так, а что это у тебя с ногой?» «На стекло наступило». «Стекло? Где?» «У умывальников. Простите, Ольга Дмитриевна, это моя вина». «Мы с Ульяной кое-что разбили, и я так увлеклась подготовкой к концерту, что совсем забыла убрать». «Но ты же как раз за Веника бы уходила, сука ты рыжая, тупая». «Перед Леной извиняйся. Ладно, молодцы, что сходили к Виоле». «Семен, поможешь Лене добраться до сцены. После ужина начинается концерт». «После того, как я утвердительно кивнул, Вожатая ушла. Славя с грустью вздохнула. А Двачевская виновата посмотрела на Лену». «Извини, это все из-за нас с Ульянкой». «Ничего, виновата только моя рассеянность. Хорошо, что рядом оказался Семен». «Да, только будь я внимательнее, ничего бы не произошло». «Как же ты теперь пойдешь на дискотеку?» «Что? Дискотека? Ой, я не думала, что пойду». «Семен, вот тебе тогда еще одно поручение. Донесешь Лену на дискотеку». «Да и смотри, не урони». «Меня позабавила реакция Лены. Она испуганно посмотрела на девочек, а потом на меня. То ли боялась показаться на танцах, то ли участи быть прилюдно несомой на руках. То ли действительно переживала, что в этот раз я ее не унесу». «Принято». «Когда Алиса и Славя ушли, мы с Леной смогли приступить к ужину. Но занятая мыслями о том, что ее тревожило, Лена не переставала посматривать на меня». «И что же ее тревожит, вероятно, мы узнаем уже в следующий раз. А может быть и нет. Но там увидим». «А сегодня на этом все. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока». «Вернись ко мне, моя мечта, из уголков пустой вселенной. Верни мне жизнь и согревай. Освободи меня из плена».